Давайте, давайте, вас ждем, Игнатий Ильич. И очистены всякие склемы, И спаси Боже души нашим. Господь всемилостивый, благослови наши занятия по слову Твоему Святому, чтобы все мы, родившиеся в водах крещения и благословленные Господом нашим Иисусом Христом, могли употребить все свои силы для того, чтобы прославить имя Твое, Господи. И через Слово Твое, Господи, дай еще многим сердцам обратиться к Тебе с покаянием. Вот в этот, как в сегодняшний этот день, просит все друг у друга прощения. Даруй, Господи, этого прощения и тем, кто будет просить его по милости Твоей, по слову Твоему Святому. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Ефесянам 2.20 Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Толкование. Желая показать тесное единение язычников с пророками и апостолами, говорит, «Быв утверждены, как бы говоря, основанием служат пророки и апостолы, а вы дополнили остальную постройку. Так что все составили один Божий храм. Это и значит быть надстроенными поверх патриархов и пророков, что в другом месте он называет привитием». Читаем послание к римлянам в 11 главе, в 19 стихе. «Апостолов поставил в начало, хотя они по времени были последние. Все держит на себе Христос, ибо краеугольный камень поддерживает и стены, и основания. И заметь, иногда он называет его Христа свыше содержащим все, в каковом случае нарицает его главой, иногда же снизу носящим на себе все здание, подобно краеугольному камню, а иногда называет и самим основанием». «И тогда по телевидению показывают даже в таких программах, как священники говорят, но и обращаются как бы они к народу, сидят друг против друга и разговаривают. И такую тему всегда поднимает одна и та же тема, почему мало людей веруют, почему так мало людей в храмах и так далее. И в конечном итоге, вот они говорят много, места в Писании приводят, и в конечном итоге приходят к тому, что просто люди не поняли Христа, то есть или они не дошли до Евангелия, или все упирается в конечном итоге в Писание, даже в разговорах священников. Но если все упирается в Писание, все упирается в слова Христовы, почему вот самим священникам-то не остановиться, вот разочек просто, и всем вместе не подумать, а почему тогда мы слова Христа и действия Христа, потому что он учил не только словом написанным, но и делами еще, и даже движением просто глаз учил. Почему мы не исполняем то, что он заповедал? Обыкновенного действия не происходит. Как можно говорить о любви ко Христу, а к его заповедям, не исполняя того сейчас на деле, что заповедано, это крещение, троекратное погружение в Бога. Обыкновенное действие, которое везде прописано. Вот с этого нужно начать, и тогда сразу все взглянется с мертвой точки. Но этого нету, опять видим, опять слова, и слова, и слова говорят, и на деле ничего нету, не происходит. Так, ну давайте вспомним вот две стены, где Христов, краеугольный камень, что это за стены? Кто может сказать? Иудейский языческий народ. Иудейский языческий народ. Другая версия. Ветхий и Новый Завет, да? Кто-то сказал, я слышал там, да? Бог Николай. Ну, я вот не знаю насчет Ветхий и Новый Завет. Христос, краеугольный камень. Здесь вроде впереди говорится, а именно, да, вот Игорь Третьяков прав, что иудейский и языческий народ. И вот в 15 стихе упразднив вражду плотью своею, вражду между кем и кем, между иудеями и язычниками, им же запрещалось знаться-то, помните, Саварянкова колодца. А вам запрещено с нами знать, сообщаться. Сообщаться. Вот, а вот в Новом Завете, да, это вражда. Христос хотел задать, вот в чем основания апостола, здесь мы утверждены, на основании апостола, как это практическое понимание понять? Ну, без Ветхого Завета нет Нового Завета. Я понял, апостол, а так, а на основании апостола. Апостол, да. На основании апостола. Мы проскочили, а дальше, как мы утверждены, апостола, основание, на как мы утверждены, вот я сижу, мы по земле ходим, а вот утвержденность в чем основание, в чем оно, практическое утвержденность? Думаю, это рукоположение и учение апостола, вот это и есть основание апостола. Согласен. Какие еще версии? Основание, это учение апостольское, апостольское учение и рукоположение, идущее от апостола, вот это наше основание. Мы на нем утверждены. А где учение апостольское, ну, воплощено в конечном итоге? Церковь Христова. Церковь, да, Церковь Христова, это правильный ответ, а конкретней? Это деяния апостолов. Где они воплощены, учения апостолов? Ну, в Слове Божьем, в Слове Божьем. Да, книги Священного Писания. Написание, деяния апостолов. То есть конкретника, мы вообще фразы знаем, мы тут просто поконкретно, да, это книги Священного Писания. Ну, вот на основании апостолов и пророков, все же пророки. Пророки. Пророки, Ветхозавет, не имею в виду. Ветхий Завет уже идет. Слышал тут просто, как точка зрения, богословский такой диск, вот, слышал, читал об этом, говорят, вот, что главнее, Священное Предание или Священное Писание? Что такое? И там один говорит, Священное Писание – это часть Священного Предания. Другой говорит, нет, Священное Писание и Священное Предание они друг друга дополняют. В общем, в конечном итоге не до конца не ясно, что тут главнее, но вот то, что записано, это Писание. А вот тут мы читаем, что на основании апостолов, значит, у нас не может быть иной какой-либо веры, кроме той, которую оставили нам апостолы и пророки. А то, что они нам оставили, зафиксировано в Священном Писании. Все остальное идет далее. То есть это является костяк, это Слово Божие. Ну, главное, чтобы предания не противоречили Писанию. А то можно такого напредавать, что ересь какую-то там вляпаться. Писание – это костяк, а предание расширяет и дополняет Писание. То есть предание тоже можно одно Писание понять не так. Поэтому и предание должно быть тоже в истине. Так а что впервые было, предание или Писание священное? Предание, конечно. Да и в Писании говорится о предании передано было. В самом Писании то, что было передано Иисус Хвоста. А кто как? И то, что мы передали вам, это храните. А кто не так проповедует, да будет анафема. А где это переданное? Где? Вот сейчас 21 век. Сейчас же археологи работают, библиотеки переполняют. Вот Феофилак. Он сохранил. Это 11 век. А апостолы передали в первом веке. Где передали? Сохранилось, слава Богу, до нашей жизни. Мы этим пользуемся. Заранее говорю, я поднимаю некоторые провокационные темы. Поэтому с критикой ко мне относитесь. Я заранее поднимаю. Провокатор. Отлично. Да, Любовь Николаевна. Вы просите, пожалуйста, в начале-то апостолы оставили дедаки. Там было у них все записано. То есть дедаки оставили или что-то другое оставили? Вот оставили у дедаки. В смысле, ты хочешь услышать, как найден был Масаретский перевод или Кумранский? А нет, это найдено, это уже потом все найдено. Что тогда? Как было изначально, я хочу услышать. Изначально Ездра взял, собрал все книги Ветхого Завета. Такой чтец был Ездра. Он все книги собрал, какие были до него. А он был практически последний перед Малахией. И все книги Ветхого Завета были у Ездра собраны. И они оказались в переводе. Их нашли. Приблизительно датирование. Ну, где-то времен падения Вавилона Ветхого Завета. И еще много нашли. Короче, всего нашли 25 тысяч различных свитков. Это Ветхого Завета. А Нового Завета 252 тысячи различных свитков. И они вот так вот все их сопоставляли. И они все бьют. Из разных источников. Вот, допустим, там где-то нашли от Матфея. И где-то через 100 лет еще нашли от Матфея. И сопоставляют их, а они одинаково говорят. Ну, то есть перевод точный был до буквы. Как вот евреи переводили, точно так и христиане переводили. То есть подсчет строки был одной. Сколько слов, сколько букв и так далее. То есть все это было точно так же и с Новым Заветом переводилось. То есть не было никаких замечаний. Как это все у русских передалось, что потом нужно было исправлять книги. Ну, вот такие мы русские. Поэтому у нас и 1666 год случился. Я просто приведу к слову основания апостолов-пророков. Вот к этой теме я хочу расширить. Потому что мы прошли, а тема это интересное основание. Это же фундамент, по сути дела. Кстати, акумранские находки с 1942 года начались они. С 45-го бедуина их показали. С 42-го первый раз они их там обнаружили. Там были даже на меде вычеканы на словах. Вот так. Еще на меде даже. Книги какие? Ветхого или Нового Завета? Ветхого Завета. Только Ветхого. Это были и сейские общины, как сейчас говорят. Или подобно христианские. То есть люди с большим потенциалом нравственности, которым нужно было просто слово Христово, как вот думают. Или же первые христиане. Ну просто некоторых как бы не достает звеньев, чтобы сказать, что это точно христиане. Там, ну в общем это мелочи. Но было найдено очень много свитков. Просто тысячи свитков были найдены. Тысячи. Сейчас не могу точно сказать. Семь тысяч что ли различных. И причем некоторые прям целыми книгами находили свитки. И их сумели развернуть. А на медных табличках не разворачивать не надо. Прям так снимать можно. И на глиняных табличках еще. Но глиняные были побиты. Там большие труды были, чтобы собрать их. Ну то есть люди работали, старались. И нам показали то, что вот как вот мне нравится, как Игна Тихнов сказал. То, что как он просто ему попал, когда дали ему Библию. И уже через там несколько, через сколько там, час или три часа, я не помню сколько он говорил. Он уже был полностью верующим. Во все уже веровал. Вот это вера. Господь Духом Святым открывает тебе, что это истина. А теперь подтверждение только. Тебе нужно кому-то подтверждение. Господь говорит, ну пожалуйста, вот вам археология. Хотя вот с мертвецами копаться нельзя. Есть прям запретительные каноны. Копаются. Может быть в объятиях какого-то там мертвеца эти были свитки. Ничего разомкнули все эти конечности. Убрали куда надо. А свитки достались нам. И теперь делается перевод с Масарецкого. Какой там, третий или четвертый век до Рождества Христова. И мы читаем его сейчас. Вот это перевод. Ну не это, а Ветхого Завета. Который сиренодальный перевод. То есть все, что было до Христа сказано и написано, это все воплощено было в Священном Писании. Кто с этим тезисом не согласен? То есть все предание Ветхозаветнее, оно воплотилось в Ветхозаветних Писаниях. Или где-то еще сохранилась истина, которую мы не знаем. Вот до Христа книги какие до нас дошли? Ветхого Завета. Ну они в каноне перечисляются. Есть каноны, там перечисляются все. Владикистский, что-то 60-е правило определяет книги, которые вошли в Библию, в 77 книг. И в 65-е, в 85-е, в христианское правило тоже. Какие книги святая Священная Писаниях, но остальное уже как предание считается. А тут вопрос такой. Читал один из авторитетных источников по канону. И вообще такой вопрос ставится. Вообще, что такое из себя канон представляет? Что это за книги? И оказывается, для себя узнал новое. Это оказывается не то, что богодухновенные книги. Канон, мы все согласны. Вот канон священных книг. Но оказывается, отношение к канону у людей разное. Одни считают, что все, что вошло в канон, это богодухновенные писания. То есть Бог через них говорит. А другие считают иначе. Что именно только эти книги можно читать в церкви. Так вот, в конечном итоге, суть канона в чем? Кто думает об этом или знает какую-то информацию? Канон священных книг. Что это такое? Нового Завета и Ветхого Завета? Ну, отсеять плевела, зерна и плевела. Я думаю, так. Отсеять от чего? Что те неправильные, а Игнатий богоносец. Это первый век. Почему бы его в канон не ввести? Это там никто не сказал, что это ересь какая-то. У нее письма, послание Коринфина второе. Почему оно не вошло? Прямо есть книжка, называется «Ранние христианские писатели». Послать Климент, так, не Римский, или Паритли Римский, или Климент Римский тоже в этот сборник вошел, я подзабыл. И суть в чем? Почему они-то не вошли в канон? Первый век так же, все. Ну, была бы потолще у нас теперь книга. Это же книги. Открывали бы, читали. В чем суть-то? Не Бог через них говорил, через Игнатия богоносца? Или он что-то не так сказал, почему не вошло в канон? В чем смысл? Я оживляю атмосферу, братя. Давайте думаем, отвечаем. Ну, Степановна там в первом веке была, знает, наверное. Ну, нет, я не знаю. Но факт тот, что каноны, это как правило. И все каноны приняты на соборах. И если что-то не вошло, то соборы, это же, принимали не одни решения. И поэтому соборы устанавливали эти правила, утверждали, то есть, ну, канон это закон или правило. Я так вот по своему разумению. И это соборное принято было. Утверждали, что это в действию. Что это должно быть исполнено. Правило, которое возникает. И они принимали, утверждали на соборах. И оно считалось силой. Потому что там были, там были епископы, там они, ни один человек это принимал. Поэтому что-то вошло, что-то не вошло. Считалось силой это, а другой силой не считалось. Или как, неправильность. Ну, я могу сказать так. Сейчас вот вы все, если кто-то хочет сказать, выскажитесь. Потом я скажу, что я узнал. И свое отношение к этому выскажу. Чтобы было не то, чтобы там, я что-то сказал. Ну, что я узнал из этого? Меня это удивило. Оказывается, есть точка зрения такая. Оказывается, канон это не богодухновенность. Это, оказывается, это книги, которые, ну так высказывает автор. И я с ним не согласился лично. Что это были просто авторитетные книги в Первой Христианской Церкви. Это не означает, что они там были богодухновенные. А просто были авторитетные, общепризнанные, правильные книги, говорящие правду. И вот они вошли в этот состав. А все остальные книги уже идут не в составе этого. А другая точка зрения, что это были книги богодухновенные, написанные по повелению Божию. И именно их церковь выявила. И эти книги непосредственно связаны с жизнью Иисуса Христа и Первой Апостольской Церковью. Все, что не связано как-то с апостолами или как-то косвенно связанными с апостолами, не входит в канон Священного Писания. И вот этот стих, который мы сегодня читаем, он, ну я думаю, как бы напрямую даже это показывает и доказывает. Потому что мы утверждены не на основании Игнатия Богоносца, а на основании апостолов. И именно апостольские послания вошли в канон Нового Завета. Апостольские. И поэтому мы на основании этих книг и являемся верующими людьми. А все, что дальше, это все правильное, оно не может, но мы утверждены на основании апостолов. Потому что первоначальная проповедь была услышана апостолами в первую очередь. И все, что было уже потом, это было уже позже. Это кому-то как-то Бог открыл. А Бог не может открыть больше того, что открыл самим непосредственно апостолам. Поэтому вот эти книги, они канонические, они богодухновенные и связаны с личностью Иисуса Христа. Как узнаем из первоисточника из них. А все остальное идет разъяснительный характер. Вот такая позиция. Основание апостола. Да это же жития святых было, когда выбирали канон евангельский. Какие книги будут оставаться. И запечатали дверь там, положили там их сколько, сорок что-либо разных. А когда пришли, все были столкнуты с престола, только четыре лежало. И потом говорят, ну когда взяли эти, ну почему эти? Ну святые мужи, отцы наши сказали. Да потому что, говорит, если бы, говорит, даже и не было вот этого нашего собрания, не было этого чуда. Все равно душа человеческая, духом святым просвещенная, она бы оставила только эти четыре книги. Все. Истинные, богодухновенные, апостольские, я бы сказал. Апостольское послание. Истинные, правду там написано. Потому что много правды написано, и вся правда написана. Игнатия Богоносца, Иуранник. Но они не совсем апостольские, они не апостольские. Вот апостольская церковь у нас. Продолжаем. 21-22 стихи. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Толкование. На краеугольном, говорит, камне, то есть Христе, все здание, именно все верующие, соединенные, органически и безраздельно, растут и восполняются, чтобы стать храмами Божьими. Далее, Левитам, 26 глава, 11-12 стих. И поставлю жилище мое среди вас, говорит, и буду ходить среди вас. Ибо и вообще церковь, то есть собрание всех верующих, есть храм Божий. И в частности, каждый человек. В Господе же сказано вместо благодатью Господа, а не нашими трудами. А словом, слагаясь, показывает, что не иначе может сложиться в храм Божий, как ведя такую жизнь, которая соответствует краеугольному камню. И все верующие созидаются в нем, и вы также, ефесяне, чтобы быть жилищем Божиим в духе, то есть через содействие духа. Или же духом, сказал, в противоположность чувственному строению, как бы говоря, жилище Божие духовное. Такое созидание и совершается до второго пришествия через верующих. Идем дальше. Или порассуждаем. Разве вы не знаете, что вы есть храм, Духа Святого, Дух Божий живет у вас? Каждый человек храм, и мы тело тоже, церковь храм, Христос глава. Он и камень, как бы, внизу, и глава одновременно. То есть и так, и так, везде, вездесущий. И нас снизу поддерживают, как камень кровобольной на стене. И глава. У меня такой вопрос. А вот когда человек согрешает, Дух Божий отходит от него или нет? Ведь, как я понимаю, когда человек согрешает, он одержим неким бесом. Вот данного греха, например. И при этом Дух Божий находится в этой храме или отходит от него? Никита, хочу твой ответ. 50-й псалом. Давид согрешил, и все равно говорил, Господи, Духа Святого твой не отними от меня. Значит, никуда не уходит. Нет. Не отними, значит, мог отнять. За это прикрешение. Не отними, значит, не ушел Дух Святой. Ну да, значит, пребывал в нем. Раз есть, ничего отнимать-то. А если бы был отнят, то он бы никогда не покаялся. Только Дух Святой дает нам, что нужно скорее покаяться. Искусил нас, сатана, мы согрешили. И он только нам дает такой. Потому что вера. Вера. А если Духа не будет, то как ты покаешься-то? Да. Он подвигает тебя к этому. Падаешь на колени и езжет. 8, 26, Римлянам. Римлянам 8, 26. Римлянам 8, 26. Сейчас. Читаем. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными. Это, да? Да. Немощь в немощах. То есть Дух Святой. Сергей. Отходит Дух Святой, но не до конца. Значит, отходит Дух Святой. Я хочу сказать, что Дух Святой – это личность. Это личный спаситель, утешитель каждого из человеков, к которому он пришел. Он может прийти хоть к миллиону, хоть к миллиарду. Господь говорит, что Дух не знает, где дышит, откуда приходит и куда уходит. Поэтому твой вопрос этот, он страшный вопрос, но верующий человек, который с Духом Святым, он это понимает. Об этом апостол Павел тоже говорит, также о Духе Святом. Мы даже не знаем, о чем молиться. Правильно. И Дух Святой нам подсказывает. Не то, что там он уходит или приходит такой, знаешь, как хлопнул дверью, по-английски не прощаюсь, или не хлопнул. Дух Святой, он знает наперед все о тебе, понимаешь, вот в чем дело. Он бы заранее уже вышел бы из тебя, идти никогда бы не было. Но однако мы видим, Исаф, он делает доброе дело, он не убивает брата своего. Он падает, ему так же на выю и плачет. Скажи, чем он мог плакать, такое сострадание к брату являя? И спрашивает его, туда-сюда, он говорит, это все стада твои уже, все тебе перед. Нет, нет, мне не надо, вот тебе 400 всадников, они будут тебя охранять. А он до этого, там 21 год назад, хотел его убить. И вдруг все переменилось. Как это можно объяснить? Чем? Мы не знаем, как дышит Дух Святой, как ветер колеблет, откуда налетит. Ничего не знаем. Но если ты покаялась, сестра сказала, то значит, конечно же, есть Дух Святой, пребывающий в верных. Я дополню, есть грех у Лана Духа Святого, который не простится. Вот когда человек этим грехом согрешает, я думаю, тогда свой Дух покидает и не возвращает. Вот этого нужно бояться. А когда искушение, вот Галя, подходит искушение, а искушение не просто так подходит, а мы сами, мы сами внутри уже готовы принять у этого искушения. И когда он подходит, и мы искушаемся и делаем, почему? А мы готовы. И Дух Святой потом нам показывает, мы уже опомнились, он нам показывает, мы не видим, а мы довольны, что мы так вот поступили. Потому что мы уже внутренне были готовы. Там грех сидел. Ну почему мы не видим? Мы видим, мы же понимаем. А он, это только Дух Святой показывает. Ты сама ничего не видишь. Ты не обольщайся. Ты сама ничего не видишь. Если Дух Святой покинет тебя, ты вообще ничего не видишь. Ты подумаешь, что ты какая правильная, это какая хорошая. Всех любишь, всех это там милость им дает. Нет, нет, нет. И это вот самый тот момент, когда в тебе грех. Вот я просто по опыту, я не говорю там, не ссылай себе. Я просто, я поняла тебя, потому что меня тоже этот вопрос мучило. Я поняла, что мы сами готовы к принятию искушения. А Дух Святой-то потом, да я что наделала, вот уже и бежишь. Сестра, это называется угошение Святого Духа. Это правильно, слово угошение. Духа Святого написано, не угошайте. А что именно угошение Святого Духа? Грех, да, это... Постоянный грех, который не раскаиваешься ты в этом. Есть грех смерти, говорит, не о том говорю, чтобы молились. То есть, если ты смертный, смертный грех стал для тебя, как вода, которую ты пьешь, или как воздух, которым дышишь, то не жди, что Дух Святой будет тебя поддерживать в этом. Господь сказал, мысли мои не мысли ваши, и дела мои не в дела ваши. Как небо от земли отстоит, так мысли мои от мысли ваши. Все остальное. Еще Господь говорит, я молчал, и ты думал, и ты думал, что я такой же. То есть, есть такое время, вот как вот Игнатий сейчас молчит, и пока молчит, вроде все хорошо, а начинает говорить, так как же так, ты это не помнил, да как же я это забыл. Вот должен быть вот этот глаз в тебе внутри самой, ну, в каждого христианина он есть, который будет тебя опять на дорогу покаяния править. Вот это совесть называется, участок души, которая имеет общение с Богом. Благодарю. Всех благодарю. Игнатий Ильич, дополнить или... Дополнить раньше начать говорить. Вот Игорь Вайлович о предании. Он ответил правильно. Сергей отвечает правильно, а друг друга не понимаете. Почему? Потому что предание есть до Писания написанное. И предание после Писания, когда уже оформился канон. Вот это надо резко разделить. А что первичное? Предание, конечно. То есть, устно передавали, как Христос. А как эти слова записали, оно стало Писанием. Все теперь. И теперь то предание было до Писания. Они же устно передавали. Христос говорил, никто у него с магнитопоном не ходил, не писал. И спустя 35 лет прошло, и он пишет. Да 35 дней назад, что тебе мать и говорила, жена ты не помнишь. А что говорит? Он сегодня сказал поставить первый том. Ты до дома доехал и забыл. 35 лет. А почему? Дух Святой придет и напомнит, написано. Напомнит. Значит, Писание имеет начало в Новом Завете и Ветхом Завете. И имеет последнюю точку, последний знак. Вот вначале сотворил Бог небо и землю. В. Последний аминь. Мягкий знак. Все. Не добавить, не убавить ни черточки, ни одной иоты. Тут понятно. А предание, которое потом пошло, оно все время дополняется. Предание, вот это молиться святым и прочее. И никто не видит, что делается. Привезли мощи Матроны. Говорят, что ее мощи. И мне пишут в интернете. До Чкалова улицы все, говорит, очередь шла. Кто повелел это? Ну, подробно это объясняет Осипов. И говорит, вы сами подумайте. Он так вот делает. Подумайте. Подумайте. И думает сидят люди. О чем просят, приходят. И она, умирая, заповедует. Приходите ко мне на могилку. Там земельку берите. Я буду с вами, со мной разговаривать. Я как живу. Это не пряде, не гордыня. На место Бога. Себя, дряхлая, слепая. Ставит. И на обнимание. Все с ума сошли. А вы не пойдете. Да зачем же я пойду? То у меня живой Бог есть. Что вы среди мертвых живого ищете? Это уже не предание, а предательство. Самое настоящее. Предание передать. А это предание. То есть приложили преданное православной церкви. Трупы. Мертвый ищет мертвого. Ну, куда это так? И они говорят, что придут. Больше они никогда не придут. А здесь что просят? Та невесту просят. Та за эти экзамены. Твой муж ушел присушить обратно. И Матрона все разрешит. У Матроны больше ничем нет. ЗАГС. Мертвецов. Ну, так вот, ответили правильно. Предание первое. Предание, которое было сказано. Передано, но не записано. И оно опоймалось в Писании. Теперь говорят. А почему Климента Римского не послали? Ты дальше не говоришь. Тебе не преподавали это. В Новый Завет входили два послания Климента. Вот в чем дело-то. Климента Римского. Но когда собрался собор, уже окончательно канон, чтобы соборному утвердить эти послания, а ему передает в 16-й главе послание Клименту апостол Павел. Приветы Клименту. Это очень великий святой был. Как он херсонес был сослан. И там было, наверное, 750, что ли, уже церквей построено. Вообще. И что с ним было с мощами? Как он на дне моря оказался? Там вообще, считаешь... Не знаю, Герберт Уолктика может он написать. Но, видимо, так и было. Дошло до того, что его головой, отдельно его головой, стали благословить, когда епископов нету. Но это не об этом речь. Это речь идет о том, что канон Нового Завета не был оформлен. И поэтому там пастырь Ерма, посчитай ему Ерма, как раз Павел передает привет. А пастырь Ерма, это отдельно сегодня, и некоторые его даже не знают. А там как раз говорится о строительстве. Какие булыжники берут, какие кладут, которые негодно и с реченами отбрасывают. А потом, когда не хватает, и пошли уже брать те, которые бракованы, камни, булыжники. Это все духовное строительство церкви. Пастырь Ерма. А Ерме Павел передает привет. Это служитель Божий был. Оно все было буквально рядом здесь, войти. Но не вошло. А почему не вошло? А тебе задавать не надо этот вопрос. Не надо задавать. Почему это принадлежит не человекам, а Богу? А Богу вопросы не задаются. Он сказал, и все. Ну и дальше рассуди. Но Василий Великий пытался пояснить. Почему сердце выше, чем легкие? Почему? А он говорит, для того, когда сердце заволнуется, чтобы мягко было прыгать, как на батуте. На легких. А это лопатки, как щиты, охраняют, сердце охраняют. А ребра, чтобы просторно было ему, как в стропилах, на крыше там ты что-то повесил. А почему брови дальше не растут? А зачем? Это вот крышечка, чтобы пот не попадал. Вот как над окнами бывает, чтобы воду отводила. Брови-то не растут, и не подстригать ничего не надо. Но представь, вот бровей нету. Ну как она будет выглядеть? По-другому. По-другому. И какую картинку Бог нарисовал. Есть такой рассказ. Когда Бог взял у Адама ребро, и жену сделал уже ребра-то, и одна молодая подошла к учителю, еврейка говорит, да Бог-то своровал ребро, оно уже ему не принадлежало. Он говорит, согласен. Но ребро-то, говорит, какое? Когда она подошла, он и под ребро забыл. Вот кто. Когда, говорит, седина, говорит, бороза, а весы в ребро, то есть по женской линии потянуло туда. А он-то какой, говорит, светильник-то? Взял, говорит, маленькую свечку, а какой светильник-то дал? Сколько тут мудрости, красоты, самозабвения, и все в одном. Стоило, говорит, этого растопа признать Божьим, что Бог ребро-то одно своровал у Адама. А взамен-то он что дал? Какая красота? Ничего лучше нету. И дальше ты так и рассуждай на все. Ну а как теперь проверить? А вот Игнатий Богоносец, это не апостольский мужик, правильно. Он не ходил с апостола, с этими, со Христом. Когда они начинали избирать, вопрос стоит, а почему на место Иуда не избрали кого-то? Нет, кто с самого начала ходил с ним. Который знаем. И так двое, и тогда жребий бросили. И жребий попал на кого? На Матфея. Ну а нынче сначала избрали таких, которые с самого начала ходили со Христом. Но в число 12 не было. Но один отпал. Условия должны быть. И когда эти условия церковь ставила, то получилось так, как Марсенковский говорит. Если бы на престоле, в алтаре не были эти 20 Евангелия, утром пришли все на полу, 4 лежат только, а там запечатано было. Если бы это не так, а только легенда, то и тогда на престоле сознание здесь отложилось бы. Потому что там встречается то, что не совмещается с Евангелем. Евангелие Топомы говорит. Христос с Иудой играл. Когда-то они жили рядом в одном дворе. И делали, лепили из глина голубей. А у Христа-то лучше получались-то. А у Хожих. А у Иуды хуже. Он уже со стхахи утоптал этих деревянных. Глиняных-то голубей-то. А мальчик Иисус подбрасывал, и они летели уже как живые и садились там наверху в окон. Но могло быть. Не могло. Потому что в Каане положил начало чудес. Поэтому все басни долой. Настоящая-то Евангелие отбросило все это. Начало чудес вино, а не голуби глиняные. Перестаньте выдумывать. Знаете Писание. А почему? Мы многое можем задавать. Почему именно? Почему вот так? Солнце идет, земля, молекулы, тут нейтрина. Конца не будет. Никто не знает. Бог так сделал. И ты всю жизнь будешь удивляться. Только научись удивляться. Когда в Австралии поймали утконоса и хотели в воде подержать, сделали бассейн. Он сдох. Еще попробовали. Ни в одном зоопарке мира нет утконосов. Он неволи не терпит. Он умирает. И когда прислали чучело, то биологи в Англии смотрели. И они клюв. Сзади отверстие одно. Ну как у курицы. Это она жива нет, чтобы пописать и покакать. А у нее через одно идет отверстие. Одна клака. Это животное. Как распространяется? Яйцами. Да тут они сшили и признали, что взяли от утки нос. Пришили к чучелу и дали расследовать. Но говорят, как искусно пришили, даже шва не найдешь. Трудно было поверить, что ты живой. Вот это на утконосе нам загадка. Он с носом нас Бог оставляет. Исследует, исследует. А потом оказывается совсем не в том направлении шли. Вы долго на этом не крутитесь. Почему? Как? Нету. Бог закрыл. Закрыл. Тайну приоткрыл. Уже биолог деньги получает на этом. Вот маленько что-то узнал. Ухо, горло, нос. Не сотворить. А в соплях разбирается. Надо пять лет учиться. Ухо, горло и нос. Я говорю, ну, ухо, горло и нос. Я говорю, а зубы лечит? Нет, это другой врач. Зубы другой уже. А он один творец создал. И как оно все живет. Одно чудо. Женщина носит в утробе. Все пища переваривается. Почему младенец не сварится там? Ну, что привыкли-то? Ну, почему так? Ребро бы разменилось. А как рожается-то еще? Хуже не придумаешь. Почему такая вот история? А только благодари Бога. Бог знает как. А мои мысли, они глупые. А теряли много? Да, теряли. Послание к колоссинам. Павел говорит, прочтите послание ладикистов. А его нигде нету. А который это? Пусть ладикисты прочтут. Их вообще нигде нету. Ты научись подчиняться и не задавать вопросов. Я зато говорю, научитесь не задавать вопросов по этой тематике. Сказали? Да, так. Предание до Христа и предание после. После этого нужно. Нужно, но туда столько налепили. После составления канона и Нового Завета предание нужно проверять по Писанию уже. По Писанию. А было ли это предание незаписанное? Было и незаписанное. Прорывалось где-то. Прорывалось. И никто не знает. Когда говорил апостол Павел о том, чтобы жертвовали, трудились своими руками. И дальше пишет. Ибо сам Господь сказал, блажение давать, нежели брать. А нигде Господь этого не говорил. А откуда это взято? Блаженок говорит, значит, устно дошло до нас. Вот говорят, Иисус поселился в Назарее, Назареем наречется. Как написано у пророков. Не только у пророков, а даже у пророка нет ни одного. А почему? Были, говорит, эти книги. Но еврея уничтожили. Иногда уничтожали самих авторов. Вместе с книгами. Вот и весь ответ. Много потеряли в Вавилонском пленении. Но много и вынесли оттуда. Ты один раз прочитал. И на этом все. Я один раз прочитал и постарался. Господи, дай мне это запомнить. Раз прочитал, второй, третий. Вот меня арестовывают. А еще с собой нельзя брать. А я заранее готовился к этому. Я заучил, когда будет Пасха на 20 лет вперед. Пасхали, наизусть. Ты попробуй заучить ее. Я все праздники запомнил на 20 лет вперед. И поэтому, когда в тюрьме оказался, бумага была. А данных нет, я еще раз написал. Теперь я уже стал прятать где-то. А прятать надо писать на калинкоровой материи. Когда ее жмут, что бумага хрустит. А материи никак нет. Я на материю все написал. А потом написал, когда следователь, когда закончится суд, уже перед судом дают дело. Его не имеет права трогать. Мое дело. А оно напечатано. Напечатано просто такими строчками, которые напечатаны своим мелкеньким бисером. Он у меня сохранился. Этот документ. Написал свои стихи. А которые другие, первая страница, вторая я их шил. А потом каша была овсяная, по краю провел, склеил, и никто не нашел. То есть с самой корочки, что, что хотел. Апостолы делали так же ходили. Они таили везде. Протопопа вакуум посылал письма, и что, выдолбил там. У топора топорище. Я внутри топорище переслал послание. Выдолбил топорище. Да его не сделаешь даже. Такое удавление сделаешь. Понимаешь, сколько всего интересного. Нужно научиться радоваться. Не удивляйся пустоте. Человеческое все временное. Я рассказываю биографию свою. Однажды пензенские баптисты прислали мне картинку. Открытку. Сидят дети за столом, а у них ежик на столе. Я вам так вот склонились, а там видно корпуса. Они сидят и смотрят. Пожалуйста, напишите стихотворение на эту открытку. По заказу. Они знали, что я балуюсь этим? Нету ничего. Вот нету. А написать-то надо, и нету ничего. Проходит месяц, другой ничего нету. Я одна же иду с работы, а работали за пределами города, город Искитим. Иду. И в это время у меня вдруг открылась сторона, что надо писать, что дети удивляются. Удивляются это не так велико, и вокруг все, как дети смотрят, ежик какой он. Знаете, какие у него колючки? Как Бог сделал его? Погладь его. А писать-то у меня нечем. И гляжу, цементный мешок в степи несет. Цементный мешок, бумага. Бумажные были. А он многослойная бумага-то. Я его сапал, внутренне чистую выдрал, и написал стихотворение. Псел, и тут же написал в степи. Почему? Время подошло. Время подошло, оно само вылепилось, Бог поставил мне этот мешок цементный. Иди, пиши. Это у меня сейчас вот в этой книге первая есть. Это стихотворение, можете прочитать. Как дети удивляются. Я даже мог бы найти его сейчас. Еже, по-православному. Вот как. Научитесь мыслить категориями священного писания. На этом не задерживаться. Рассуждение теперь. А что значит краеугольные? Одни говорят, это языческий народ и евреи, а другие ветхий и новых. Да как бы в языческом народе мы бы ничего не знали, как бы не было ветхого завета. И только первое, которое считается главным, оно проистекает из второго, которое в самом деле главнее. Главнее это ветхий завет, а не просто еврейский народ и языческий. Потому что о том и другом народе мы узнаем из ветхого завета. И оно совместилось на камне на Христе. Тех и других создал он и дает вход в Царство Небесное. Никита, еще я сказал, можешь повторить? Да. Слава Христу. Ефесянам 3 глава, 1 стих. А, вот хотел сказать. Главное, Володя качнулся головой, только я сразу спорну. Там Анатолий показался. Вот. И вот ко мне приезжает в гости Игубин Сахаров Кирилл. Это я сколько знаю, пока единственный из патриархийных, как говорится, Никаньян, который получил похвальную грамоту там с печатью на бланке от митрополита Старообрядческого Корнилия за защиту Старообрядчества. У него все, служба идет по Старообрядчеству. А Московская патриархия, около храма Христа Спасителя. И вот он, когда был потерянки с группой детей, мне вопрос задавал, сказать, ну нельзя ли, ну какие-то подвижки-то есть, чтобы со Старообрядцами-то соединиться-то. Ну до того они хорошие. Столько он, он влюблен в Старообрядцев. Телефон. Ну вот попробуй, как ты-то заговоришь о нужном-то, вот, сейчас еще узнаем, не старообрядцами мешают мне тут. Говори. Да. Добрый. До славы Христу, сейчас маленько крещу, в 5 часов пойдем по Хровский собор, сегодня прощенное воскресенье. Ну и? У кого? А, ну помолимся, все. Что там это? Живая? Нет? Да слава тебе, Господи. Понятно. Все, больше не говори ничего. Так, с Богом. У нас занятия идут, занятия. На занятиях. А передам поклон от всех, да? Давайте сегодня пораньше закрутим. Поклон передать от всех. Вам. От вас им, да? Все. Сколько там было? Это женщина. Назвать ее Елена. Крыник или как фамилия ее? Ребятишки, которые в лагере были. Игорь Тинус, давайте сегодня пораньше закончим. Да, пораньше. На час. И он спрашивает меня, есть ли какие-то подвижки, чтобы со старообрядцами соединиться? Это для Слова Божия не от уст. Он меня задает вопрос. Там напечатано это. На макетах он записанно было. Он записал, я у него взял. Я отвечаю, никаких. И никогда. А почему? Ну почему? Ну в первую очередь, в самом основании. Тут два момента. В первую очередь, кто-то должен привести покаяние. А оба беспокаянные. Они вообще никогда не просят прощения. Если старообрядцы на каждом шагу... Прости, Христа, роди. Прости, Христа, роди. Это не прощение. А эти, которые гнали их, тоже не просят прощения. А зарубежные попросили. А сколько гнали старообрядцев? Ссылали. Ни евреев, ни мусульман не гнали. Одних старообрядцев гнали. Прости, природных, патриотов своей страны. Семь миллионов, говорит, выбросили из своей обоймы-то. И поэтому покаяние должно быть при искреннем, полном раскаянии от православных-то. А старообрядцы говорят, этого мало. Вы верните назад, покаялись, верните к Двуперсию и все. Понятно? То есть те не понимают, где догмат, а где обряд. Ну-ка, тебе чего не понятно? Ты считаешь, два надо? Почему ты не говоришь, что я на Таус молился, когда был только один Перс? Один. Тебя-то не повернешь сегодня к одному Персту? А при чем тут златоуст, если у нас два? Два, то удобнее, его оба глаза заткнуть можно сразу. И двумя пальцами ты можешь пироску легко держать, а одним не удержишь. Вот какое дело. И как? Никак. Поэтому самаряне, сиудеями не знаются. Они их преследовали. И когда шли на поклонение, на пути у них, допустим, надо было, на пути область какая, так они обходили их стороной. Зараза, дольше шли. Чтобы не заходить в селение их. Вот как. А Господь примерил, и вдруг они в церкви. Их надо принимать. Почему так забунтовало внутри церкви? Так как так? Всегда было только евреи. То есть мы старые обрядцы. Никого больше у Бога нет, только мы старые обрядцы. И вдруг надо принимать неконьян туда. Вот о чем вы говорите? Он попил, это выбросить надо. Напился из колодка, колодец бросали даже. Кого отец бросали? Обще высказать невозможно. То, что напился Никодианин. С ведром в своем месте. Ну, а как примириться? Христос. Христос мирит. Когда Христос, тогда все это даже не на 105 месте, а дальше будет. Когда тот каится в слезах, просит прощения, и этот обнялись и плакали. Но Давыд плакал больше. Так написано? Аминь. И вот выход только один. Не об объединении надо думать, а о прославлении Христа. Пусть он славит двумя перстами, старинные у него книги, пусть он 3 часа, 4 часа молится, а тут полтора часа только. Не судите друг друга. Не в длине моления стоит, а в широте сердца. Не в длину Бог смотрит, а в ширину. И ты это все должен взять. А что вы считаете? Соростильные они что? Верующие. Они там в одной тьме живут. Ну и как ты определил? Я говорю, как определил? У них законный епископ, и все снято. Да как? Они не признают патриархию? Меня некоторые совсем не признают, а за одним столом сидят. Еще из этого. Не в этом дело. Некоторые Христа не признают, а берут пищу каждый день. Надо научиться масштабно, широко, с проглядом вперед мыслить. И главное, в каждом рассуждении, чтобы было вкраплено одно, два или три места священного писания, подтверждающие, что ты прав. Вот тогда разговор будет по делу. А так нет. Для евреев краеугольным камнем он не стал. Они его твердили, но они на этом не остановились. Они начали придумывать и придумывать всякую мерзость на Христа. Я даже представляю, как они говорили. Представь, Иосиф, а сколько было лет? 76. А сколько было Марии? 14,5. Тебе сколько? 13,5. Вот так. Да ты за такого, как я, старика пойдешь замуж? Нет. Ну вот, пожалуйста, доказательства. Да я тебе на руках носить буду. Вот видишь как? Может наоборот, да? Ну давай. Может тебе придется носить его? Сергей. Сергей. Это зато впечатляет. Так оно и было на самом деле. Да, первый стих. Третья глава. Ифесянам. Для сего-то я, Павел, сделался узником у Иисуса Христа за вас, язычников, толкованием, указав на попечение у нас Христа, говорит затем и о своем попечении. Так как, говорит Господь мой, явил такие дела в отношении к нам, то необходимо и мне по возможности содействовать. Посему я и узник за вас. А если он, Христос, был распят, то я, по крайней мере, нахожусь в узах за вас. Словами же за вас, язычников, указал на следующее. Не только мы вас не гнушаемся, но даже и узы принимаем ради вас и за честь себе поставляем именоваться узниками Христовыми. Аминь. Дальше идем. Второй стих. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Толкование. Намекает на слова Божии Канании. Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами. Читаем в книге Деяния, 9 глава, 15 стих. И откровение тайны, потому что не от человека узнал, ее называют домостроительством благодати. Ибо, говорит, благодать Божия распорядилась таким образом, чтобы я был призван свыше и подвергся слепоте за неповиновение, чтобы таким именно образом прийти к повиновению. Но для вас, говорит, была дана мне эта благодать, ибо сам мне сказал, что я пошлю тебя далеко к язычникам. Читаем Деяние 22, 21. Посему вы есть дело благодати, и я от себя ничего не принес. Я хотел спросить, почему сегодня занятие ведет не Никита, а ты? Как так переменились? Не спросившись, ничего? Ну, что-то он припоздал. Я его не было, да. Не было, ну понятно. Чтобы не было так, что я его отодвинул, а то на меня обвинения будут. Сегодня, видите, я здесь сел, потому что он после пришел. Эту прокладку не перескочите ему, давай. Спасибо, 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 хорошо. Третий стих. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Толкование. Вот дело благодати, откровение тайны, и поистине тайна. Из крайнего ничтожества возвести язычников в почетное положение, высшее, чем иудеев. указывает на вышесказанное им, что язычники, бывшие вдали, призваны, что они надстроены поверх патриархов и тому подобное. Порассуждаем? Или еще, Вадим? Интересно, да. Поверх патриархов. Ну-ка. Четвертый стих. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Толкование. Я написал, говорит, не сколько должно, а по силе вашей и вместимости. И из этого вы можете восприять и понять мое разумение тайны Христовой. То есть, как я уразумел тайну Христову, или как я понял, что Он сидит одесную Отца, и нас посадил с собой, что в себе создал обоих воединого нового человека, и прочее, относящееся к тайне. Поймите же, достоинство моего разумения из того, что столько мне Бог открыл, а что это знак великой чести слушай, не сделал Он того никому другому народу. Солом 149.9 Никому. Никакому. Простите. Не сделал Он того никакому другому народу. Именно, что Израилю возвестил уставы Раи и суды свои. Псалом 147.8. В чем домостроительство, кратко, Божьей? Написано, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией? Коротко. Вот тут о патриархах разговора, о надстройках были. Коротко кто-то может пояснить, чтобы запомнить окончательно. В чем домостроительство Божьей? Все у тебя коротко. Любишь ты короткая? Кратко, сестра, талантливая. Талантливая. И вопросы задавать любит, главное. Ты отвечай, а? Уже хороший вопрос. Начинай. О домостроительстве. Только что же семинарю пошел. Научи хоть чему-нибудь. Нас грешных. У меня толкования нету, надо с толкованием комментировать. Я сейчас не могу вам так сказать. Домостроительство Божие в чем состоит? В спасении людей, прежде всего. А спасение совершается в Церкви Божией. Вот и домостроительство. Христос приходит в мир, умирает за нас. Основой Церковь, апостольское рукоположение. И люди, входя в Церковь через благорестование Христова, уверован во Христа, они спасаются. Это домостроительство. То есть, чем больше людей, тем больше Дом Божий. Как мы читаем в последнем стихе, вторая глава, вот мы как раз сейчас прочитали, на котором все здание, слагаясь, строено, возрастает святой храм в Господе. То есть, люди, это живые камни. У веры в Господа они строят храм Божий. И в этом состоит домостроительство. То есть, дом это и есть Церковь Божия, которая основана на Христе. Вот, кратко. Общество искупленных людей во Христе. Если кто-то хочет дополнить, пожалуйста. А семь столпов Церкви еще есть. Ну, здесь-то про семь столпов не написано. Ну, вообще, есть же где и написано. Ну, предполагается, что это таинство Церкви. Вот, Игнатипич, вот. Пожалуйста. А вот вам не кажется, что апостол Павел здесь насмехается, а с открытой усмешкой все это говорит? О чем? Он не может нас серьезно это говорить. Это то самое место, где он скрывает невежество людей. Вот я сейчас с ней буду разговаривать. Ну, это точно-то знаю. А с этой с меньшей буду говорить. Дальше я тебе хочу доказать сейчас. Вот, когда ветер дует сильно, с какой стороны, его высчитать легко. Это второе положение теоремы Пипогоры. И сразу переходит на теорему Кореолиса. Как ты хорошо это знаешь. Так это язычники, что они хорошо знают? Он говорит о великой тайне. И говорит, как вы хорошо знаете каждого, вот это за кого насчитать. И рот закрыли, что никто ничего не знает, то возражать-то. Ну, че, я тебе сказал-то, хоть поняла? Нет. Вот. Она не воспротивилась. А все думают, вот это да, за кого вы меня присчитали-то. Вот это апостол Павел им говорит, как вы хорошо знаете тайну домостроительства. Они его во сне не видали. Пишет-то язычникам, которые недавно ко Христу только голову повернули. Игнатик, что написано, как вы слышали о домостроительстве, не как вы хорошо знаете. О чем он пишет? Написано, как вы слышали о домостроительстве. Это не означает, что они хорошо его знают. Они слышали. Ну, ты еще раз прочитай. Там еще можно читать? Нет. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возбещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Я еще хотел задать вопрос. Где я написал вам кратко? Ну, где-то писал. Значит, второе послание было. Ну, тут я перешел по ссылке. Видишь как? Сколько потеряно. Девятый стих. Тут написано. Открыв нам тайну своей воли по своему правонару. Игорь, он мне однократно говорит, как хорошо знаете. Да, они не знают никакой. Если не в этом месте, значит, он в другом говорит. Они ничего не знали. И он этим, ну, как бы насмехаясь уже, если так образно сказать, как бы возвышает их. Вот это да. Знать не знаем, а считает, что знаем. Ну, не давайте лишь, что не знаем. Скажи, садитесь, начинаем учиться. Сейчас закончим с первого по десятый класс и институт за одну ночь. Домостроительство только там, где есть обращение душ. А где нету, нет жизни по Евангелию, там домостроительство по земному устроению. Земное устроение. Временное. Как придумали люди. А Богу это никакого отношения не имеет. Вот я дал вам сегодня визитки и говорю, визитки, указание на фильм этот. Посмотрите. Только не пропускайте ни одного слова. Смотрите внимательно, и вы поймете, какой толчок этот фильм дает. Я не могу ответить на все вопросы. Когда этот фильм смотрел, я раза два или три удержался, чтобы не заплакать. Когда он там содрогался, видя, куда пришли, а я все время об этом говорю, я наконец-то дождался этот фильм. Как это не видеть? Не просто люди не знают, а суд Божий идет. Земля и небо горит. Идет сотые люди, которые ходили, надеялись, целовали руки, ходили к Матронову и пошли в ад. Вы вдумайтесь в это. Это какая будет не трагедия, а катастрофа мира, вселенной. Это не один, не два. Написано многие. Вот когда ты это будешь видеть, ты этой болью, страхом будешь болеть. Ты считал о том, говорит, когда 24 глава Матфея говорит, и силы небесные поколеблются. Что это такое? Сложно представить даже. Силы небесные поколеблются. И увидят силы человеческого грядущего. Силы небесные поколеблются. Ни один сектант не ответит никак. А я знаю. А почему знаю? Да потому что я ничего не знаю. Я пришел и к ногам златоуста грека сел и уставился на него. И обернулся. Ничего себе. 53 года прошло. Ну как? Муж уехал в командировку, говорит, на месяц. Ты вернулся, в дверь заходит, постель тут валяется где-то. Все это, кверх, тормашками. А жена сидит. Ой, я тут на пять минут присела. Муж из командировки в месячной вернулся, она на пять минут присела. Вот это в жизни человека, когда ты изучаешь что-то интересное. Компьютер-то страшно. Ну, не компьютер, а интернет. Это страшно интересно. Когда ты касаешься глубин и высоты, бездна-бездна призывает голосом водопадов своих. И тебе никогда не захочется познавать то, что мир познает, тратит время. У меня прислали программу, фотографии один человек в Иерусалиме. Фотографии хорошие-хорошие. И все это под этими... Нажал-нажал там мусульманские где-то гора, гроб Господень, погода какая. Все, есть. Все, мне ехать туда не защит. Так и здесь. Зная златоустство, ты уже никуда не пойдешь. Он говорит, силы небесные, это ангелы, херувимы, серафимы. И когда Иезекиил видел славу Божию, а как славу Божию показать? Ну, дети, пошли как славу. Она сейчас нарисует вот так вот кружок и вот так вот черточки вокруг. А там лучи пошли, как он на алтаре. Там птичка ей. Лучи идут. А тут написано, видел я, слава Божия, колеса. И колеса многоочитые, в колесах глаза, и как оно поднимается, какие крылья. А можно по-другому? Нельзя, только так. Так в колесах глаз не бывает. Без глаза ты совсем тогда, если так судишь, слепой. Иоанн Златоуст говорит так. Когда будут судить, это Ефрем Сирин много об этом говорит, и будут грешники отсылаться на вечное мучение, ужас, говорит, такой объемник вселенной, что силы небесные Херувима и Серафима будут прятаться под колесами этой славы. Прятаться за Бога. Так, говорит, когда царь приговаривает плененного чужого царя и казнит его, то малолетний его сын, он за него прячется и издалека смотрит. Только сейчас разговаривал, корону с него срывают. Ну, языческий царь. И сейчас его казнят, меч режет в горло. Ужас какой. И мальчишка прячется. Вот так, по сравнению с Богом, все небесные силы это малые дети. И они это все будут видеть и содрогаться. Силы небесные поколеблются. В ужас придут ангелы Херувима и Серафима. А человек не содрогается. Решается не то, что тебе сейчас сказали, ты неправильно поступил, потому что домой не поедешь. Детей не увидишь. Муж тебе никогда не придет. Конечно, трагедия. Но здесь-то речь идет навсегда. Никогда, никогда и никогда ни одного человека больше не увидишь. Будешь слышать только вопли, ужасы и воды, 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 воды. Миллиарды глоток там будут кричать. Вот что такое, силы небесные поколеблются. Это огненная река, это страх Божий. И когда тебе это дано, ты это понял, вот этот фильм ты будешь смотреть, и тебя слезы будут накатываться. Что мы сделали? Какая-то нравственность, там патриарх, кто-то говорит. Если Христа там нет, ничего не надо говорить. Положи две печати, замкни, устави, иди в плащ. Вот что нужно. Все, наверное, концов. Все, все. Патриархин называется еще раз патриархин. Давайте потом, а? Что она хотела? Преобразующее время. Вопрос, что ли? Все, раздали давно уже. На книгах написать, чтобы не было... Сейчас, минуту, а то она болеет, еще хуже будет ей. Мы сказали. Давай, Сеюш, давай, смотри. Достойно есть такого листину, Божи, Тетя Благородицу, Приславлаженную и принепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херумин, И славнейшую, без сравнения, Серафин, Без истения Богослова Родшую, Сущую Благородицу Тебе вечаем. Отец наш Небесный, Господь и Бог, Мы предстали перед Твоим величием И просим Тебя во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа Услыши, прими нашу молитву. Мы не просим житейских благ, Ты в изобилии послал нам все необходимое для сей жизни и для будущей. Мы просим, Господи, о патриархе, О епископах, о папах, о священниках, О всем народе, всем даруй духовное рождение свыше. И продли еще мирное время, если угодно, И даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. Господи, научи нас слышать голос Духа Твоего Святого, Быть водимым им. Служить Тебе от всего сердца, от ума, От полноты сил, которые Ты даровал нам. Распусти нас с миром. В чем мы не правы, покажи, Кого мне обидели. Ты только можешь помочь, Чтобы нам примириться поистине. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Так, кто поедет, куда? Наш, наш. Спасибо, Христос.